Библейский портал экзегет.ру представляет Проповедь — это хорошо, но она обращена к людям. Она не звучит где-то в космосе для каких-то абстрактных объектов. А люди, они разные, у них разные ситуации. И самые обычные люди, они желают прежде всего себе здоровья, удачи, благополучия. Так и здесь. Иисус не отвергает этого. Перед Нагорной проповедью искушения в пустыне, где он в отношении себя не заботится об этом, о еде, о безопасности, об известности, о власти. А в отношении других совсем другое дело. Когда Иисус спустился с горы, за ним последовало множество народа. Ну, еще бы уже популярный проповедник. И тут подходит к нему прокаженный и молит, упав на колени. Господин, стоит тебе пожелать, и ты очистишь меня. Но прокаженный — это опасная, очень заразная болезнь. Он был и отверженным, не только больным. Ну, понятно, потому что болезнь действительно очень заразная, и, в общем, он должен был носить особую одежду, предупреждать голосом, чтобы к нему не приближались. И вот он подходит, он нарушает все эти правила. Вот деление на здоровых и больных. Карантинные правила, которые мы вдруг неожиданно в недавнем прошлом изучили очень хорошо. И, кстати, как он к нему обращается? Ну, здесь господин часто переводят как «господи». Ну, Господи, по-русски это все-таки обращение только к Богу. А тут, по всей видимости, он не имеет в виду этого, а говорит лишь о том, что уважает Иисуса, и, соответственно, для него Иисус какой-то очень важный человек, но не то, что Иисус — это вот Творец неба и земли и так далее. И смотрите формулировка. «Стоит тебе пожелать, и ты очистишь меня». Стало бы, дело не в том, что Иисус может или не может, а дело в том, что Он может этого пожелать. Физическая способность у Него есть. Есть Его воля на это. Как часто люди обращаются и к Богу, и к другим людям с такими просьбами, сделай, как я хочу. А здесь Он формулирует, а ведь это Его спасение, это Его здоровье, это Его жизнь. Формулирует иначе. Ты можешь. Вопрос в том, хочешь ли ты. Это тебе решать. Иисус протянул руку, коснулся Его и сказал, желаю очистись. С Него тот же сошла проказа, Он очистился. Иисус Ему говорит, смотри, никому не рассказывай, ступай, покажись священнику и принеси дар, как повелел Моисей, чтобы все убедились. Речь идет про правила ветхозаветного очищения, когда Иисус его очищает, он должен принести определенный дар, священник должен засвидетельствовать его очищение, и тогда он становится ритуально чистым. То есть даже чудо не отменяет каких-то норм, правил, ритуалов. Все равно это все происходит. А когда Иисус входил в Капернаум, город, где он жил, большой город Галилеи, к нему подошел Центурион с такой просьбой. Центурион, смотрите, первый у нас, кто появился, прокаженный. Он ритуально нечист, и он болен. Центурион, казалось бы, ровно наоборот, он прекрасную должность занимает, он командир Центурии римского отряда, примерно в 100 человек, иногда переводят как сотник. Но, с другой стороны, он оккупант, более того, офицер оккупационной армии, поэтому на него тоже смотрят так косо. Интересно, смотрите, вот, наверняка было много людей, ну, таких хороших, нормальных иудеев, да, которые не были ни прокаженными, ни оккупантами, но с самого начала появляются как бы те, кому много вопросов, да, а те, кто не должен был бы вообще приближаться к знаменитому учителю. А с другой стороны, а может, им надеяться больше не на кого? Вот прокаженный, ну, чего ему делать, когда вот так с ним все уже, да? Центурион, ну, на него смотрят, как на оккупанта, и что остается? Ну, вот только к Иисусу. К нему подошел Центурион с такой просьбой. Господин, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом, он очень страдает. Смотрите, прокаженный просил о себе, потому что, понятно, проказа страшная болезнь, а Центурион даже не о себе просит. Вот хороший человек. Иисус сказал, я приду и позабочусь о нем. Но Центурион ответил ему, а это военный же, да, он понимает порядок дисциплины, он знает, что такое приказ. Господин, я не достоин, чтобы ты входил под крошу моего дома, но стоит тебе сказать только слово, и мой слуга исцелится. Есть надо мной начальство, но и мне подчиняются солдаты. Я прикажу одному уйти, он уходит, прикажу другому явиться ко мне, и он является, и что прикажу сделать рабу, он делает. Стало быть, те силы, которые подчиняются Иисусу, подчиняются одному его слову, и не нужно никакое действие, достаточно только одного слова, как у Иоанна будет в начале было слово. Как интересно. Получается, Центурион, формально вроде как язычник римский, он понимает вещи, которые иудеевне всем ясны. Услышав это, Иисус с удивлением сказал тем, кто был с ним. Аминь, говорю вам, что ни у кого в израильском народе я не нашел такой веры. У иностранца, у оккупанта. Говорю вам, много кто придет с востока и запада и сядет за першественный стул с Авраамом, Исааком, Иаковом, Царствой Божьим. Ну, это предки еврейского народа. Но те, кто считали себя в этом царстве сыновьями, будут выброшены наружу, во тьму, где будут рыдать и скрежетать зубами. То есть те, кто считал, что у них уже вот билет выписан в это царство, они уже там себе забронировали местечко. И смотрите, прокаженный присоединяется к народу израильскому. Центурион не то, что присоединяется к израильскому народу, но оказывается даже в чем-то лучше вот большей части этого народа, потому что его вера оказывается более, ну, не то, что крепкой даже, а более безусловной. Да, вот не нуждающиеся в каких-то порядках и ритуалах. Не случайно, кстати, в истории с прокаженным этот порядок и ритуал были упомянуты. Это хорошо, это прекрасно, но оказывается можно даже без этого. Вот некоторое такое стирание границ. Но не вообще, не то, что Иисус приходит и говорит, а все теперь, неважно, ты израильтянин, язычник, иудей, римлянин, мужчина, женщина, больной, здоровый, это все не так, но через конкретные истории. То есть общество, оно сложно же устроено, в нем много разделений, эти разделения не всегда плохие, они позволяют обществу функционировать, если все одинаковые, то, в общем, они не очень нужны друг другу, когда они разные, то тогда эта необходимость друг к другу возникает, взаимодействие возникает глубокое. Но вот те барьеры, которые людей разделяют, оказывается, могут быть убраны. Иисус это показывает на целом ряде практических примеров, но и евангелист Матфея нам об этом подробно сообщает. От Центуриона Иисус сказал, ступай, как ты поверил, так и будет. Военный человек, он ему дает четкую команду и обещание, как ты поверил, так и будет. Ну, или будет тебе поверить твои в традиционных переводах, то есть как ты просил, так и будет, это понятно, как ты хочешь, так и будет, тоже понятно. Вот как ты поверил. Вера, как некоторые усилия, как некоторые усилия, которые само по себе производят действия. И в тот же час его слуга исцелился. А когда Иисус пришел домой к Петру, то увидел, что у его тещи сильный жар. Он взял ее за руку и жар сразу спал. Она встала с постели и приняла его как гостя. А почему Петру или тещи он не задавал никаких вопросов или не ждал, пока они ему что-то скажут? Оказывается, нет, Иисус сам по себе исцеляет. Это не то, что есть какие-то волшебные слова, формулировки, подходы особые, которые позволяют это исцеление получить. Он просто исцеляет. Вот его приход уже целителен. И теща, вот она простая женщина, она ничего этого богословского не стала делать. Она просто его приняла, приготовила еду какую-то, накрыла на стол, угостила его. Не более того, но и это ценится. То есть вот ценится все и стираются границы между, скажем так, героями веры и людьми повседневности. Они тоже оказываются где-то вместе. И под вечер стали приносить к нему многих людей, одержимых бесами. Он одним словом изгнал бесов и вылечил всех, кто был болен. А эти вообще, наверное, только поняв, что все очень хорошо работает, ищут исцеление, вот бесноватые, больные. И у них не до высокого им богословия. Им бы вот так вот попросту разобраться, что куда. Так и это возможно, да? То есть приход Иисуса это не элитарная религия для вот героически верующих, особо богословски подкованных. Это для всех, только приди к нему. Так исполнилось предсказанное через пророка Исаии. Он понес на себе наши немощи, болезни наши на себя принял. Почему понес? Избавил нас от них. Но здесь уже Матфей начинает нам говорить о кресте, о будущей смерти. То есть не просто пришел и волшебным образом всех исцелил, да? Пришел и дал всем то, чего они так хотели. Но принял на себя, принял на себя вот этот груз зла, вот этот удар греха, удар немощи человеческой. И поэтому так все и закончилось. Но это еще далеко. Пока только маленький-маленький флажок. Глядя на толпу вокруг, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег озера. Тоже ведь устает от этого всего, да? Тут к нему подошел один книжник и сказал, учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни отправился. Да, интересно, такая ситуация. Толпы напирают, вот давай, давай, исцеляй нас, давай там, вот перформанс такой, да, говоря современным языком. Вот мы любим, что было так мощно, да? И от них Иисус уходит. Подходит только один и с другим обращается. Книжник. Вообще-то книжники, они не самые дружелюбные по отношению к Иисусу люди. Но одно дело категория, другое дело личность. Вот он лично говорит, я пойду за тобой, куда бы ты ни отправился. И это уже совсем другое, чем толпы, собирающие и стеснящие. Иисус ему отвечает, есть у лисиц свои норы, у птиц небесных гнезда, но сыну человеческому негде голову преклонить. Подумай, это имеет цену. Еще один ученик сказал ему, господин, позволь мне сначала похоронить своего отца. Ну уж совсем необходимая вещь, да? Не то, что позволь мне там сначала погулять, повеселиться, а похоронить отца. Иисус ему отвечает, иди за мной и храни своих мертвецов, оставь это дело мертвецам. Вот как это звучит грубо, да? То есть, во-первых, мертвецы сами себя хранить не могут. Во-вторых, уж отца похоронить, это дело просто абсолютно необходимое. Ну, иногда говорят, что он имел в виду, мой отец жив, он, ну, человек старый, ему немного осталось, позволь мне беречь его старость, жить вместе с ним, потом я его похороню, когда он умрет в свое время, и тогда я уже освобожусь. Иисус ему говорит, ну, слушай, если заботиться о похоронах, то вот жизни-то настоящей не будет, поэтому давай вот, что касается похорон, там найдется кому похоронить, а ты вот живи здесь и сейчас. А мне кажется, здесь еще есть нечто большее, вот выбор между жизнью и смертью. А ведь тут у нас было между болезнью и здоровьем, а жизнь и смерть, это как бы более ярко выраженная, та же самая дихотомия, и то же самое деление. Вот приходит Иисус, а тут кто-то болеет, он его исцеляет или ее. А приходит Иисус, а тут какие-то похороны, а он говорит, похороны это похоронами, а вот мы живем, мы идем дальше. И это не то, чтобы конкретное указание, как надо действовать, это скорее слова о том, что вот оно никак не совместимо. Вот все эти заботы о повседневном, вот все эти заботы о чем-то таком, что не пускает человека, и вот этим пришествием Иисуса. Потом он сел в лодку, а следом за ним его ученики. Поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку, они переправляются на другой берег Галилейского моря или Генесарецкого озера, два названия для одного и того же водоема, а он спал. Вообще люди обычно присыпаются в сильную бурю, представьте себе небольшая лодка, бросают эти волны туда-сюда, ну как там спать, там усидеть-то трудно, а уж спать спокойно. Странно. Вот его сон, что-то такое, что не связано с внешним миром, вот просто он живет и живет, не обращая внимания на то, что вокруг, ну потому что он справится с этим. Они, ученики, подошли и разбудили его, господин, спаси нас, гибнем, ну еще бы. А он им отвечает, что же вы так боязливы, веры не хватает? Тут он поднялся и запретил ветром, и морю настала полная тишина. А люди с изумлением говорили, да кто же он такой, что и ветра, и море повинуются ему? То есть, смотрите, у учеников вполне естественная реакция, но даже естественная теряет всякий смысл, как похороны отца, например, да, теряет всякий смысл в его присутствии. Здесь начинается какая-то совершенно другая жизнь. Вот важно, чтобы тебе для этой жизни хватило веры, только веры, да, вот сотнику веры хватило, а кому-то не хватило, ученикам его не хватило. Это не то, что вокруг него чемпионы веры, да, вот олимпийская сборная по вере. Нет, ни в коем случае. Просто кто-то за ним пошел, и вот он учится этой вере на каких-то конкретных примерах. Более того, даже люди, в общем-то, ну, к которым мы бы поостереглись подходить сами, тоже оказываются вовлечены в этот процесс. Когда он сошел на берег в округе города Гадары, в округе города Гадары, ну, в некоторых местах Гераса это называется, неважно, в общем, один из городов или нистический город. На встречу мы вышли из гробниц двое бесноватых. Они были настолько свирепы, что никто не пытался ходить по той дороге. Представляете, что это такое? Ну, какие-то буйно помешанные, которые нападают на людей, просто их убивают на месте, да? Они закричали, что тебе на нас, Сын Божий? Ты пришел мучить нас прежде срока. То есть, фактически, бесы разговаривают через них. А неподалеку послось большое стадо свиней, и вот бесы стали его упрашивать. Они уже понимают, что все кончится для них плохо. Если ты изгонишь нас вон, то отправь нас вот в то свиное стадо. Да, вот, зачем с бесами вести переговоры? Он ответил им, ступайте. И они с человеком пришли в свиней, так что все стадо ринулось с обрыва в море и погибло в воде. Зачем свинюшек-то губить? Ну, во-первых, у них рыночная стоимость есть, а во-вторых, они тоже живые существа. Зачем он позволил бесам губить целое стадо свиней? Давайте дочитаем, и к этому вернемся. А те, кто по стаду, убежали в город и рассказали обо всем, и об одержимых тоже. Вот мне нравится это, обо всем, и об одержимых тоже. Ой, у нас свиньи пропали, какой кошмар. А, да, там еще было двое одержимых, так они исцелились. О, приоритеты этих людей, интересная деталь. Может быть, потому так и случилось, что свинюшки-то в море попрыгали, галилейское, да? И вот уже весь город вышел навстречу Иисусу, едва его видели, упросили покинуть их округу. Какой вред наносит нашему свиноводству, да? Конечно, это немножко юмористический такой эпизод. Во-первых, город языческий, Годара, Гераса, то есть там живут не евреи, там живут, ну, эллинистические какие-то люди, то есть они разводят свиней, что было строжающе запрещено. И, кстати, для иудеев стада свиней на Святой Земле это, в общем-то, мерзость. Можно сказать, он очищает Святую Землю от нечистых животных. Но, с другой стороны, это вот очень яркий эпизод, который показывает, что можно же совсем по-другому. Вот живут там эти одержимые. Люди боятся мимо них ходить. Это крайне неприятная история. Они исцелились, ну, ну и ладно. А вот свиньи пропали. Это прям большая проблема, да? Вот теперь у нас ветчины не хватит, сала нам будет не хватать, да? Вот что их интересует. Довольно часто бывает так, что человек забывает о возможности что-то изменить очень сильно и к лучшему в своей жизни, потому что, собственно, свинство его очень увлекает, и никак не хочется с ним расставаться. Может, весь эпизод про это? Продолжение следует...